Князь Владимир путешествовал по разным странам и с собой он привозил память по одной, по двери, даже по три лошадки. С помощью этого он собрал уникальную коллекцию в Украине. У нас присутствуют около 30 лошадей, 20 различных пород. Причем пород ключевых, которые дают жизнь другим породам на всей планете. Сегодня мы узнаем об этих лошадях гораздо больше. Они подготовили для вас удивительные выступления. Сегодня они главные актеры в нашем театре. И пришло время немножечко подробнее узнать об этих замечательных лошадках. Сейчас я представлю каждую масть, сторону и имя каждой лошади. О каких-то лошадях я расскажу более подробнее, о каких-то вскользь. Все потому, что эти лошади будут выступать в течение дня и, соответственно, более подробнее мы узнаем о них позже. Итак, единственная кобылка на княжеской конюшне. Это кобылка Перис. Орловская лесистая порода, которая прибыла к нам из Воронежа. Поблагодарим Перис. Сегодня нам подарит уникальный номер, который называется «Номер на свободе». Лошадь выступит полностью освобожденная от удил, от сбруи, от седла. И с помощью своей хозяйки богатого удивительное представление. Далее. Древнейшая порода в мире. Ахалтыкинский жеребец. Горь по кличке Небесный Аргамак. Лошадь, которая насчитывает более 5000 лет истории. И забегу вперед, скажу без привлечения, что это красивейшая лошадь и наибыстрейшая на планете порода лошадей. Поблагодарим Небесного Аргамака. Сегодня он нам пристанет на конном лучнике. Вы увидите, с какой скоростью может нестись данный конь. И следом из-за этим не менее древнюю породу лошадей. Это арабская порода лошадей, конь по кличке Васильевс. Ученые спорят, реально спорят на крепоты, кто же из этих двух пород древнее. Ахалтыкинский или арабский жеребец. Эти кони настолько благородны, настолько их кровь дорогая, что под страхом смертной казни в средние века запрещалось вывозить этих жеребцов из арабских гибераторов. Настолько они считаются ценными. И это не без привлечения сказано, потому что кровь арабских жеребцов присутствует, наверное, в половине этих удивительных животных. Поблагодарим Васильевса. Сегодня вы увидите его позднее. И встретим породу самых смелых лошадок в мире. Это андалусская порода лошадей, конь по кличке Альфонсо из Испании. Поблагодарим Альфонсо. Он нам сегодня поможет вам понять, что такое ухаживание за лошадью. Мы вас научим сегодня чистить коней, ухаживать за ними, расчесывать, седлать и прочее. Кому-то может показаться, что это не важно, но если вы хотите работать в конном мире, если вы хотите ездить верхом, заниматься конным спортом, то вы должны знать элементарные правила поведения с лошадью. Потому что если вы сделаете что-то не так, вы можете просто оставить коллегой лошадь на всю жизнь. И два лучика солнышка из холодных альпийских гор. Это австрийская, кавалерийская порода лошадей. Лошадки, которые называют хапплингеры. Аскольд и Дир. Эти лошадки настолько универсальны, что их обожают и мужчины, и женщины, и дети. За счет их невысокого роста на этих лошадках любят ездить дети, потому что на них удобно тренироваться и заниматься спортом. И, собственно, любыми видами конных видов спорта. Камур, бьех, разминка, джигитовка и даже конно-лучшая стрельба, которую вы также сегодня увидите. Девушки их любят за то, что они необычайно красивые. Каждая девушка ассоциирует себя с чем-то красивым, да, там, с дорогой машиной, с фонатым мужем, ну и, соответственно, с красивой лошадью тоже. Поэтому девушки их по-своему также любят. Но мужчины их любят просто потому, что это надежный, верный друг. Поскольку это высокогорная лошадь, у этих лошадок сформировался крупный, крепкий копытный рот, который позволяет им легко карабкаться по Альпийским горам. Также эта лошадь является вьючной. Этих лошадок нагружают всевозможными товарами, всевозможной подлажей, как осликов. И могут из аула в аул гонять по Альпийским селам. Также хапплингеры, как вы видите, очень красивые. У них необычайная масть, которая называется игреневая. Все хапплингеры блондины. Их очень легко узнать в будущем на фотографиях, либо в фильмах. Я вот недавно был в Карпатах и видел похожую лошадку. То есть карпатские лошади, они чем-то похожи. Но они более коричневые. И хвосты и гривы у них не такие белоснежные, не такие блондинистые. И также хапплингера легко узнать, потому что у них на лбу у всех есть белое пятнышко. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот мы даже вам можем показать. У Дира оно длиннее, тут оно спрятано за кожей. Но оно в любом случае есть. Вот оно. У Аскольда оно большое, его тоже легко увидеть. У всех у них есть белые пятнышки на лбу. В следующий раз вы увидите такую рыжую с золотом лошадку, блондинистую, и с белым хвостиком. Знаете, что перед вами хапплингер? Веселая сарийская, кавалерийская лошадка. Из самого Тироля. Знаете, такие бегают веселые человечки с зеленых остроконечных шляпок и поют веселые зазорные песенки. Вот оттуда эти веселые лошадки. Еще мы заплетаем вот такие гостички иногда. И они становятся похожи на единорожек. Поблагодарим нашего Аскольда Идира. Украинская порода лошадей, коль по-кличски Гром. Это достаточно молодая порода. Такие лошадки существуют по всей Украине. И топчут они золотые хлеба полтавщины. И в сумах бегают, и во Львове. Она очень распространена в Украине. И в принципе какими-то благородными качествами не отличается. Но селекционеры смогли вывезти из этой лошади уникальную, уникального коня. То есть этот конь обладает достаточной смелостью, достаточной выносливостью. То есть он может и в Украине ходить. Мы только раз этих лошадей видели запряженными в каретах, где-то в селах. Также и плуг таскать могут, помогать возить какую-то поклажу. Да и просто лошадь в селе, лошадь в семье. Это всегда добрый, личный и хороший помощник, который поможет вам с тяжелой работой. Кормится он сам, пьет он водичку сам, особой заботы не требует. Лишь бы была крыша над головой и пучок стена. Ну, все, сейчас, когда скоро вы выйдете к нам на фотосессию, вы увидите, что все лошадки у нас ухоженные. Все дело в том, что каждое утро наши ребята в 5 утра встают, чистят этих лошадок, вычищают, расчетуют ингривы, седлают и приводят в баг для того, чтобы они смогли выступить. В том или ином виде искусства, либо спорта. Пригласим следом башкирскую лошадку, которая прибыла к нам из холодных башкирских степей. Также эта лошадь ездит дымом в Монголии и в Казахстане. Кто знает, башкирия с Казахстаном граничит и, соответственно, Казахстан граничит с Монголией. То есть большая, огромная область, вся в степях, где, собственно, и проживают данные лошадки. Называется она, порода башкирская. Но, в принципе, на таких лошадках в свое время, в 1240 году, орды хана Батыя прискакали к нам в Киев и сожгли его до тла. Лошадка и названа в честь этого грозного хана Батыем. Но не будем испытывать к ней ненависти, либо неприязни, она ни в чем не виновата. Она даже еще не родилась, это было тысячу лет назад, даже больше, даже меньше. Данная лошадь является самой неприхотливой в еде, и каждый работник в конном театре вам может об этом подтвердить. То есть он достаточно ему, для того, чтобы насытиться, жменькой овца и пару глотков воды. Как это произошло? В степях в Монголии, в Башкирии, в Казахстане нет еды, да? Это голые степи, где ничего не растет. Иногда вот перекати поле где-то прокатилось. Поэтому эти лошади выработали себе привычку долгое время голодать и испытывать при этом неудобств. А представьте, что сверху на вас сидят монголы, бьют вас пятками в брюхо с криками вперед на Русь, давайте атаковать. Поэтому лошадка воспитывала стресс в свое время и долгое время скакала под ударами пяток. Где-то успела она перехватить пучок травы, ну и хорошо. Где-то успела попить, ну и прекрасно. Также башкирские лошади являются, вернее молоко башкирских кобру является самым вкусным, самым сытным и самым полезным в мире. Из него делают кумыс, вот, и как алкогольный, так и безалкогольный. Также эта лошадка является пастухом. За счет того, что она выросла в таких серьезных сложных условиях, она легко может добыть себе пищу. Если ее ставить другими лошадками, она первая найдет, где покушать и где разобуть воды. Единственная, наверное, порода лошадей, которая может выкопать пучок пожелтевшей травы из полутора метрового слоя снега. Настолько лошадь хочет есть, но просто готова копать снег, искать еду для того, чтобы прокормиться. Поблагодарим Батрия. И встретим коридея нашего театра. Это конь по кличке Хасан. Североафриканская порода лошадей. Берберийская порода. Несмотря на то, что она имеет темный окрас, который, собственно, притягивает солнце, да, живя в Африке, Хасан не испытывает каких-то неудобств по этому поводу. Это лошадь, которая может поддерживать экстремальные температуры от плюс 50 до минус 40. Являясь коридеем театра, он появился более 7 лет назад самым первым, как только конный театр еще развивался в древнем Киеве. Он успел примерить на себя все, что угодно. Его и запрягали в телеге, хотя это не упряжная порода. Он зарастил не одно поколение хаскадеров, живетовщиков и конных лучников. Кстати, президент парка Владимир Янченко выиграл на этой лошадке в 2013 году, занял первое место в футболе на лучшей стрельбе на фестивале сразить других конкурентов. Это достаточно быстрая лошадь, несмотря на свой невысокий рост. И опять-таки, почему зарастило не одно поколение хаскадеров за счет своего невысокого роста? На ней очень удобно восседать верхом и тренироваться, вам не страшно заниматься на ней. Когда вы залазите на высоких лошадок, вам страшнее просто потому, что вы выше. Также это, наверное, единственный конь, который имеет особое чувство юмора. Он умеет подкалывать и троллить того, кто сидит сверху. Каким это образом? Конь, поскольку уже достаточно взрослый, он тонко чувствует, кто на него сидел вверху. Новичок или опытный? Если новичок, он может немножко за вами поиздеваться. То есть вы поворачиваете его направо, а он вас ведет налево и абсолютно не реагирует на все ваши попытки его куда-то повернуть. Ну просто он забавляется по-своему. Оказывается, у лошади есть тоже свое чувство юмора. Но кони как-то его по-своему, видите, проявляют. Поблагодарим. А самая, кстати, наверное, самая безопасная лошадь, просто потому, что у него очень много опыта. Вы садитесь на него вверху с конюшки, когда едете. Может даже не держаться. Он вас сам привезет, сам станет стоило. Ну, ради что сено сам себе не задаст. Ему осталось только покормить и все. Итак, следующая порода лошадок – это карачаевская порода лошадей из Кавказа. Он был по кличке Касовтферкес. Вы видите, это гнидая порода лошадей. Наверное, первая, которая услышала выстрелы ружей, запах пороха, залпы кушек и свист шашки над ухом. То есть эти лошади использовались во время защиты своих границ на Кавказе. Помните, Лермонтов там писал всевозможные стихи по этому поводу. И лошади – это очень пугливые животные, так как они являются травоядными. И то, что лошадь привыкла ко всему этому, означает, что все это было так много раз, что к лошади просто пришлось привыкнуть к этому. Благодаря селекции, благодаря тому, что лошади к чему-то привыкают, они постепенно передают в генах следующим поколениям какой-то иммунитет к этим выстрелам, запахам и прочим. За счет этого лошади стали более обучаемы и, соответственно, их чаще стали использовать на всевозможных кинофильмах, во всевозможных съемках, так как лошади стали менее восприимчивы ко всевозможным выстрелам и громким звукам. И если вы видите где-то в фильме, что лошадь скачет, там взрывы раздаются, пули свистят, имейте в виду, что это очень долгая, кропотливая работа. Потому что возьмите любую лошадь, выстрелите в воздух с пистолета или взорвите петарду, они сейчас все разбегутся, просто потому что у них есть инстинкты. А первый инстинкт у животного – это убежать. Прятаться, спастись. И только потом она будет решать, страшно ей было или не страшно на самом деле. Если вы вдруг побываете на Кавказе, в Грузии, в Армении, в Узбекистане, в Туркменистане, либо в Дагестане, имейте в виду, оказывается, там есть свои традиции. И если мы вот так вот посадим девушку на ворону, либо гнетую лошадку, мы можем оскорбить тот народ. То есть здесь мы это можем сделать, потому что, ну, собственно, у нас другие традиции, нам не страшно. Но если вы будете на тех землях, оказывается, девушек можно сядать только на светлых лошадках. А мужчины, джигиты, предпочитают вороны и гнетых. Поэтому, если не знать этих традиций и неправильно сесть, если мужчина сядет на светлую лошадку, ну, его могут засмеять, а могут и обидеть. Я не знаю, на самом деле, как там бывает. Поэтому стоит, на самом деле, изучать даже эти вещи. Видите, у каждых народов есть свои какие-то традиции, которые следует уважать и почитать в той стране, где вы, собственно, будете находиться. Поблагодарим Гасога и встретим королевскую породу лошадей. Это сурийская порода лошадей из провинции Бризлэ, Голландия. Ну, о нем мы расскажем позже. Забежим вперед, что это красивейшая порода лошадей. Сама королева Англии запрягает их кареты, чтобы показывать свое могущество, величие, богатство и роскошь. Ну, вы думаете, сами видите, какая-то лошадь красивая. О ней мы расскажем позже. Это вещи, да? Конь-вещи. У нас, можно, две лошадки, вереси и вещи. Вот, сейчас в парк чаще ходит вещей, чем верить, поэтому я уже знаю, кто это. Итак, следующая лошадка прибыла к нам из далекой холодной Эстонии. Зовут его Эмир. Это самая спокойная лошадь на княжеской конюшне. Если вы захотите поднять ее в голубь, вам этого не удастся. Если вы неопытный садник, не джиит, не каскадер. Все потому, что, ну, вот такой вот конь. Он очень флегматичный, и меланхоличный. Ему все равно вообще, что происходит. Лишь бы была еда, вода. Лишь бы его не трогали. За счет этого я обожаю все новички на княжеской конюшне. Просто потому, что это самая спокойная лошадь. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Эмир вдруг куда-то побежал или чего-то испугался. И за счет этого, соответственно, учатся на нем и детки, потому, что он безопасный, спокойный конь, самый спокойный. И, соответственно, все новички просто от него без ума. Не скрою. Я и сам его любил. Сам на нем верхом ездил просто потому, что он милашка, да. Спокойный, высокий. Ну, правда, видите, он гораздо выше уже, чем Хапплингер и Хасан. И на нем немножко страшнее заниматься за счет того, что уже он гораздо выше, чем вот эти вот маленькие лошадки. Вывалилась такая лошадь на Атарийском заводе. В Эстонии они гораздо меньше. Но для их нужд почему-то понадобились более крупные лошади. Поэтому начали добавлять кровь другие кони более высоких селекционеры, пока не добились вот такой вот высокой лошади. Масть ее называется Соловья. Соловая. Иногда мы его называем Соломой из-за этого. Потому что цвет похож на Солому. Ну, и название масти также похоже на Солому. Такие лошади упряженные. Их запрягают в кареты, вернее, в телеги. И, соответственно, добывают с помощью лошади полезные ресурсы. Ну, допустим, такие, как дрова. Едут в лес, рубят лес, загружают полную телегу. Помните, там, Емеля на печке ездил в лес по таким же вот нуждам. Или вот Некрасов писал стихи, да, что откуда дровишки из лесу вестима, отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Вот на таких лошадках, собственно, и водят. Лес может спокойно, сильно, будет вывести много нужных и полезных ресурсов. Поблагодарим Емира. И встретим тяжелую кавалерию нашего конного театра. Это огромный французский тяжеловоз из провинции Перш, что находится во Франции. Паруто называется Першерон, а коня зовут Ратибор. Сегодня мы также его увидим позднее, наверное, уже ближе к концу программы, потому что самое вкусное мы оставляем напоследок. Ну, тоже забегу немножко вперед. Скажу, что это огромный французский боевой конь, который использовался в воинах против англичан в свое время. И они украшались заспехами для того, чтобы защитить эту огромную массу. И, соответственно, когда такие лошади шли целой лавой, то многие достойные рыцари с перепугу бросали свое оружие, бежали на утек, просто потому что, ну, он весит тонну, она вас просто раздопчит, особенно, когда их два десятка, и все они едут, говорят, бок о бок. Поблагодарим Ратибором. И встретим народное достойное Бельгии. Это Провансон. Бельгийский тяжеловоз, конь по кличке Светогор. В принципе, также использовался в Средние века для нужных средневековых рыцарей, также мог украшаться доспехами. У нас он немножко похож на викинга. Видите, у него шапочка такая, как у викинга. Рош-рошка ведь. И косички, как у настоящего викинга. Ну, и сам же он из Бельгии, а викинги все оттуда, с севера, с Нормандии, с Бельгии, с тех далеких северных земель. Поблагодарим Светогора. Итак, сейчас я приглашу вас сюда, к нам на песок и сталище. Для этого необходимо соблюсти несколько правил и выполнить несколько просьб. Первая просьба – это не совершать громких звуков, а просто потому, что лошадки, как я и говорил, животные травоядные, соответственно, могут испугаться. То есть без хлопушек, без свистелок, без кричалок.